Мусорная реформа Недавно в Дмитрове прошли общественные обсуждения проекта рекультивации полигона ТКО «Непейна». Проект был разработан компанией «Геотехпроект». Представляем короткую презентацию по проектным решениям, предполагаемым при рекультивации данного объекта. В сентябре этого года специалисты «Геотехпроекта» провели инженерное изыскание на полигоне. Родим ими была разработана проектная документация, которую и представили Дмитровской общественности. В декабре проект рекультивации полигона ТКО «Непейна» будет передан на государственную экологическую экспертизу, а весной следующего года состоится государственная экспертиза проектной документации. Главная идея проекта – ликвидировать объект накопленного вреда в данном районе. Полигон «Непейна» представляет собой источник всевозможных негативных факторов воздействия на окружающую среду. И наша задача путем рекультивации эти факторы ликвидировать. Историческое для Дмитрова событие – закрытие самого проблемного коммунального объекта нашего муниципалитета – состоялось в декабре 2019 года. Полигон твердых коммунальных отходов «Непейна» эксплуатировался с 1975 года и в последние годы вызывал массовое недовольство жителей Дмитрова и соседних с полигоном деревень и сел из-за негативного воздействия на экологию нашего края. Но закрытие полигона – это не только конец ввоза сюда мусора, чего так долго добивались местные общественники, но и начало новой истории – рекультивации данного коммунального объекта. У пришедших на общественное обсуждение проекта рекультивации полигона Дмитровчан было немало вопросов по конкретным вопросам проведения рекультивационных работ, например, по устройству системы активной дегазации. В коллегизации был появлен вариант рекультивации с объединением активной системы дегазации по следующим причинам. «Во-первых, газа слишком много – 1325 кубов в час. Порога для применения активной системы дегазации – 60 км в час на данный потенциал. То есть здесь газа намного порядка больше. Второе, нет других способов обезвредить свалочный газ и исключить его негативные воздействия на окружающую среду. Одними фильтрами очистить газ невозможно». Как объяснили проектировщики фирмы «Геотехпроект», рекультивация Непейновского полигона будет состоять из двух этапов. Первый – технический. Это устройство системы сбора фильтрата с сопряжением к существующим очистным сооружениям фильтрата. Устройство системы сбора ливневых стоков с сопряжением к существующим очистным сооружениям. Устройство защитного экрана и системы активной дегазации. Также будут проведены системы электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Заключительный этап рекультивации биологический – это подготовка плодородного слоя почвы, посев многолетних трав, полив насаждений и внесение удобрений. «После завершения рекультивации планируется стернегиеническое направление, то есть исключение негативного воздействия объекта на окружающую сайду. До тех пор, пока длится дегазация полигона, хозяйственные деятельности там вести не будут». «Это какой период?» «Порядка 15-20 лет. То есть просто мы ликвидируем воздействие объекта на окружающую сайду. Визуально это будет выглядеть как зеленый холм, может быть частью системы озеленения местного поселения». «А затем что может от этого делать?» «Рекомендуется рекреационное либо лесохозяйственное возможное использование после завершения работы». «Но никаких жилищных строительств?» «Нет, никакого капитального строительства вообще». Согласно проекту, на весь комплекс рекультивационных работ уйдет 5 лет. Если проект пройдет все экспертизы до конца весны следующего года и работы по его выполнению начнутся своевременно, то уже в 2027 году рекультивация полигона твердых коммунальных отходов Непейна будет завершена. Затем мы побывали в деревне Непейна, где прошли общественные обсуждения материалов, посвященных воздействию на окружающую среду проекта рекультивации местного полигона твердых коммунальных отходов. 1350 кубов в час выделяется с молочного газа. Вот в настоящий момент. Причем метан, который составляет по разным подсчетам, он будет варьировать от 30 до 70%. Он является абсолютным парниковым газом. Во обсуждении рекультивации полигона Непейна приняли участие заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Ольга Машарова и начальник отдела экологии, природопользования и лесного контроля Игорь Невский. Участникам обсуждения была представлена информация по планируемому графику этапов рекультивации, конструкциям защитного экрана, системам сбора и очистки фильтрата, установке системы активной дегазации, а также сравнение вариантов рекультивации в части оценки воздействия на окружающую среду. Что представляет из себя эта газосжигательная установка? Это огромная емкость, где 1200-1400 температуры по Цельсию происходит сжигание газа. Сейчас он выходит в атмосферу, сейчас его радиус рассеивания... Игорь Станиславович, какой у нас сейчас радиус рассеивания свалочного газа? Санитарно-защитная зона 800 метров. Да, а при использовании этой трубы она сократится до практически размера самого полигона, практически чуть-чуть дальше, чем тело полигона. Полигон сегодня представляет собой источник всевозможных негативных факторов воздействия на окружающую среду. И первоочередная задача – это путем рекультивации ликвидировать эти факторы. Организаторы общественных обсуждений разъяснили все этапы рекультивации полигона и ответили на вопросы жителей, расположенных рядом с полигоном населенных пунктов. Больше всего жителей, конечно, волнует то, как будут контролироваться выбросы отработанного газа, канцерогенов и так далее. Будут ли стоять какие-то по периметру какие-то датчики, по которым можно было бы контролировать этот процесс. Ну и в дальнейшем изначально бы хотели узнать, администрация будет ли закладывать такую тему, как в процессе работы оборудования будет ли там доступ, допустим, ежемесячно, комиссионно, вместе с администрацией людей из общественного движения. Чтобы можно было прийти, посмотреть технологическую документацию на соответствие рабочей документы по утилизации, например, отработке фильтрата, замены фильтров, будет ли они вовремя заменяться и так далее. Также мы побывали на встречу в селе Орудьево. Здесь также обсуждали будущее рекультивационное оборудование на территории полигона, этапы проведения работ, устройства системы сбора фильтров, системы сбора ливневых стоков, защитного экрана и системы активной дегазации. Это все-таки главное, что мы дождались, что начались конкретные действия какие-то, и что и рекультивация, что это не бросят нам, свалив это огромную кучу мусора, на наши плечи, скажем так, метровчан, жителей местных. То есть, что начались реальные работы. А вопросы, которые возникают, я думаю, это рабочие вопросы, тем более, тут до 29-го числа есть возможность внести изменения, ну не изменения, а свои предложения, замечания, что общественностью была проделана эта работа, внесены. И я надеюсь все-таки, что все будет сделано хорошо и учитывая наши пожелания. Напомним, историческое для Дмитрова событие закрытие самого проблемного коммунального объекта нашего муниципалитета состоялось в декабре 2019 года. Полигон твердых коммунальных отходов Непейна эксплуатировался с 75-го года и последние годы вызывал массовое недовольство жителей Дмитрова и соседних с полигоном деревень и сел из-за негативного воздействия на экологию нашего края. Проект рекультивации полигона такого Непейна еще разрабатывается, и замечания и предложения участников общественного обсуждения его материалов принимаются до 9 декабря этого года. Проект в стадии доработки. Те, которые изменения будут носиться, они допустимы до вхождения этого проекта в государственную экологическую экспертизу. И те замечания, которые люди сделали на общественных слушаниях, которые прислали нам письменно, занесены в журнал, они обязательно будут отработаны. И те, кто такие обращения формулировал, получат ответ аргументированный. Но еще можно внести обращение, да? До какого периода и куда? Естественно. Значит, у нас общественные слушания, процедура общественных слушаний проходит в соответствии с законодательством до 29 ноября, но изменения в журнал можно вносить до 9 декабря. Журнал находится в администрации, в отделе экологии. И если такая необходимость есть, мы идем навстречу. Любым доступным способом, электронном виде, вы можете свои предложения направлять в администрацию. Мы внесем на основании ваших письменных или электронных сообщений эти замечания, предложения в журнал. И недавно в Дмитрове побывал целый десант из депутатов Мособлдумы и представителей правительства Московской области, чтобы осмотреть недавно построенный на промышленной 33 комплекс по переработке строительных отходов. На самом деле это уже второй объект, который открывает наша компания по переработке строительных отходов. Первый открыт у нас в городском округе Химки, Левобережный. Это второй объект. Соответственно, данные два объекта предназначены для тотальной переработки строительных отходов. Как компания, которая стремится к нулевому захоронению, РТ-Инвест максимально стремится к переработке существующих отходов, будь то ТКО и теперь уже и строительные отходы, с максимальной выгодой, чтобы все фракции потом в дальнейшем были задействованы во вторичное производство. Объект открывается сегодня. По факту с завтрашнего дня мы готовы принимать отходы. Все для этого есть, все настроено. Поэтому, в общем-то, с завтрашнего дня, пожалуйста, мы готовы работать. Уже понятен круг контрагентов? Договоренности есть? Отчасти да. Частично договорная кампания проведена. Сейчас она в разгаре. Администрация активно помогает, рекомендует, обозначили нас как новый объект на территории администрации Дмитровского района. И, соответственно, мы готовы с других территорий тоже принимать отходы вплоть до Москвы. Пожалуйста, эта практика как бы она существует. Понятно. Сколько людей работать будет? Все зависит от загрузки. На первом этапе порядка в смене будет порядка 12 человек, плюс механизированное то, что связано с техникой. Если будет необходимость увеличивать количество, будем увеличивать. Для крупнейшего оператора в сфере обращения с отходами «Арта Инвест» этот комплекс уже второе высокотехнологичное предприятие по переработке строя отходов. Мощность сортировочных линий рассчитана на 200 тысяч тонн в год. Из общей массы отходов автоматические сепараторы извлекают 8 типов полезных фракций – металлы, полимеры, макулатуру, стекло, древесину, а также инертные материалы, такие как песок, гравий и щебеночные смеси. До 90% строительных фракций после переработки можно использовать вторично. Из старых пластиковых окон произведут элементы городских сооружений, канцелярские товары или дорожное покрытие. Древесину измельчат в щепу и используют для благоустройства территории. Бетонные конструкции переработают во вторичный щебень, который применяется для укрепления откосов и склонов, отцепи, съездов, обустройства искусственных водоемов и укладки фундамента. При этом, в сравнении с щебнем, который добывают в карьере, цена вторичного продукта будет ниже на 20-25%. Таким образом, строительные отходы станут новыми строительными материалами. Для Дмитровского округа плюс в том, что, естественно, именно Дмитровские строительные отходы теперь будет перерабатывать именно здесь, на этом комплексе. И те, кто бросают на территорию Дмитровского округа мусор, собственно, этот мусор можно будет изъять. Да, все верно. Мы знаем, что пошла большая борьба с несанкционированными навалами мусора. Это касалось Дмитровского округа. Мы фиксировали много нарушений. И учитывая, что сейчас работают электронные талоны и внедрены новые экологические стандарты, поэтому теперь это все будет делаться централизованно, перерабатываться, никакого вреда, ни запаха, естественно, здесь никакого не будет, потому что это строительные отходы, которые перерабатываются абсолютно спокойно, на грохоте, и никаких неудобств жители не почувствуют. После осмотра Дмитровского отхода перерабатывающего комплекса состоялось выездное расширенное заседание Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии МОСУ Булдумы. Председатель комитета Владимир Шапкин и другие участники заседания обсуждали инфраструктурные вопросы, формирующиеся региональной системы обращения со строительными отходами. Что на сегодня сделано, что получилось, какие есть проблемы, и что, наверное, в первую очередь, что волнует нас, как депутатов, что нужно еще предусмотреть для того, чтобы, я не вижу сфере законодательства, чтобы данный процесс очень важный для нас, и Ольга Грязевна утвердила, что это так, совершенствовался дальше и приносил конкретные результаты. Результат один – чистые поля, леса, обочины дорог, а второе – те материалы, которые сюда сводятся, и сегодня мы смотрели на площадки, ну, я бы так сказал, это достаточно хорошее построение для вторичного сырья и переработки. Что касается только построенного высокотехнологичного комплекса по переработке строительных отходов в Дмитрове, то экологические нормы при возведении перерабатывающего комплекса, заверяют представители РТИНВЕСТ, нарушены не были. Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданно Управлением Роспотребнадзора, доставлять в Дмитров строительный мусор имеют возможность только операторы, предъявившие цифровой талон и прошедшие регистрацию в специальной системе. Кстати, несмотря на то, что Московская область начала заниматься вопросами строя отходов недавно, к нам уже приезжают представители других регионов для изучения работы системы, что подтвердает Подмосковье сегодня является регионом-лидером в стране по внедрению современных технологий в сфере экологии и работы с отходами. Продолжение следует...